Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 25, внук 48, с мужчиной начались отношения полтора года назад. Совсем недавно я переехал к нему жить по его инициативе, но так как из родительского дома мне приехать трудно, то бываю и у родителей в гостях, работаю мы с ним на одной работе. Поводов для ревности мне никогда не давал, он очень хороший человек, добрый и честный. И конечно же у него была девушка до меня. И когда мы только начали общение с ним, он параллельно общался с какой-то другой женщиной, но в итоге выбрал меня и влюбился. Вроде у нас все хорошо. А меня, а меня все равно, иногда он из того ни с сего забирает ревность. И такая, что мне трудно все купить. И промолчать, сдержать это в себе уже просто невозможно. Ссоры, слезы. И я понимаю, что я виновата, но поговорил он на работе с другой женщиной, но посмеялся с ней. Нет в этом ничего страшного. Наоборот, будет странно, если он перестанет с ними на работе разговаривать. Как тогда работать? Ну помог он кому-то машину завезти. Ну ничего страшного, он добрый и отзывчивый человек. За это я его и полюбила. И пусть он ей поможет, я бы, если могла, тоже помогла бы. Иногда я могу поревновать его где-то внутри себя и успокоиться. Но иногда никак не могу себя остановить. То ли с гормонами что-то, то ли что еще, не знаю. На этих выходных я остался родителям. Маме надо было помочь, а он у себя дома. Утром я зашла в WhatsApp, написала ему, увидела, что был в сети в половину второго ночи, хотя обычно ложится не позже двенадцати. Двенадцатый, это самый край, когда я ему спать мешаю. И сообщение не доходит, значит выключен телефон. И опять взорвалась, поругалась. Он взрослый мужчина, ему надоело уже слышать мои эти переписываться ночью с другой девушкой. Говорит, что я ему не доверяю. Я доверяю. Я даже знаю, что у него нет других. Я в этом уверен. Но почему тогда эта ревность? Откуда она? Почему я не могу ее контролировать? Что-то она не так. Как от этого избавиться? Я уже читала море всяких советов. Но то ли не сильно старалась, то ли мне ничего не помогает. Я проливалась сегодня в полдня. Я ненавижу с ним ссориться. Мне все кажется, что он меня бросит из-за этого. Я боюсь его потерять. Не все стараюсь себя сдерживать, но не всегда получается. Как мне перестать ревновать? Кубить себе это чувство? Он же правда скоро не выдержит и бросит меня. Такой вопрос. В первую очередь, советы вам не помогут. Нужна психотерапия. То есть, регулярная консультация с психологом. Второе. Мне кажется, что несмотря на то, что вы довольно много пишете про своего партнера, все же вы его не сказали, что вы так хорошо знаете. Дело в том, что при ревности человек больше центрирован на себе, нежели чем на другом. И, соответственно, воспринимать другого как личность во всем ее многообразии, не может. Я бы здесь порекомендовал парню консультацию для того, чтобы лучше друг друга узнать, чтобы выслушать в спокойной обстановке историю жизни друг друга. Вам его, ему ваш. Следующий момент. Вам 25, ему 40, в возрасте больше 20 лет. Эта разница позволяет говорить о том, что в меньшине вы видите отца. Косвенно на это намекают, что вы говорите только про маму в контексте своего родительского дома. Хотя и говорите про родителей. Вы говорите, что вам сложно переехать из дома, что говорит о том, что вы к дому привязаны. Соответственно, вы привязаны и к родителям, и, соответственно, вы привязаны к этому человеку. Я полагаю, что вы видите в нем родительскую фигуру. Это объясняет то, что вы боитесь его потерять. Дело в том, что страх потери означает, что без тебя я не выживу. Это обесценивание себя, принижение себя, заниженная самооценка, неуверенность в себе. Именно эти факторы определяют наличие ревности. Далее. Вы говорите. Мне тяжело переехать из родительского дома. Это при том, что вы переезжаете к кому-то, а не живете одна. Возникает вопрос, в чем трудность. Привязка – это потребность. Потребность нужно исследовать. Вы до сих пор не сепарировались от родителей. При отсутствии сепарации от родителей, вы, конечно же, просто переключитесь на другого родителя. То есть на вашего мужчину. Да и ведете вы с ним себя, в принципе, как ребенок. Далее. На мой взгляд, таким образом вы привлекаете к себе внимание. Вам его не хватает. Вы не чувствуете себя в полной мере значимой. Связано это, скорее всего, с вашей реализацией. Дальше. Вы пишете. Как только мы начали общение с ним, значит, он параллельно общался с другой женщиной, выбрал меня. Ну, вот тут, как бы, есть, конечно, нюансы, да, что значит выбрал. Вот. Меня все равно, все равно, иногда, ни с того ни с сего забирает ревность. Вот нужно этот момент поисследовать, да, то есть, что с вами происходит. Потому что ревность есть только на поверхности, а основная масса ваших переживаний вами, скорее всего, не отслеживается и не замечается. Ссора. Ссора, эээ, ссора, это про страх близости. Ну, как любому ревнующему человеку, вам сложно сближаться, с силой того, что личные границы у вас слабы. С этим нужно работать. Вы пишете. Я виноват. Понимаете, ээээ, это не лучший, скажем так, мотиватор, то, что вы виноваты, для какой-либо деятельности, для какого-либо поведения. Потому что вина, это зависимость. Делать что-то из вины, или делать что-то, после чего вы испытываете вину, означает то, что вы повторите. Мне кажется, что вы и ревнуете для того, чтобы отчувствовать себя виноватой. Потому что, когда вы виноваты, все просто. Когда вы не виноваты, все сложно. Вам сложно доверять себе и сложно опираться на себя. Дальше. Вы говорите. Значит, поговорил он на работе с другой женщиной, посмеялся, но нет в этом ничего страшного. Ну, то, что вы об этом говорите, уже говорит о том, что вы придаете этому какое-то значение. Да, вы это обесцениваете, да, вы умом пытаетесь как-то выставить все, ну, в таком, ну, знаете, в таком свете, типа, все, ничего страшного. Но для вас это, конечно, с этим, по-моему, не так. Не так. Дальше. Что смущает? Смущает то, что вы говорите, что я его за это полюбил. За доброту и отзывчивость. Это смущает. Потому что любим мы не за что-то. Любим мы просто человека. Такое ощущение, что доброта и отзывчивость вам нужны. Вы хотите на это опереться, скорее всего. Да, сейчас я немножко утрирую, но, тем не менее, на это хотел бы обратить ваше внимание. Дальше. Вы пишете, то ли с гормонами что-то, ну, так вам необходимо проверить все врача. Проверьте все врача и все, в чем проблема. Так, вы пишете, значит, зашла в WhatsApp, написала ему, увидела, что он лег позже обычного. Вот. И опять взорвалась. То есть. Ну, то есть, все произошло там. Вы, получается, все время как будто бы на взводе. Да? Дальше. Так. Почему это ревность? Ревность, помимо тех причин, которые я назвал, еще возникает из-за отношения к себе и к человеку. Как вещи, предметно, материально. Я должна им обладать, ты должен быть только моим. Это недостаток личностного роста. Я доверяю. Компенсацию и других процессов. Дальше. Я читал советы, то ли не сильно старался, то ли мне ничего не помогать. А если вы не сильно старались, то почему? Я ненавижу им ссориться. Вы будете им ссориться, потому что, когда вы ссоритесь, для вас все понятно. Мне кажется, у меня страх, страх быть брочен, об этом я уже говорил. Как мне перестать ревновать? Работа с психологом. Убить себе это чувство. Чувство убивать не нужно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует.